С современным школьникам у учебы дается непросто. И дело тут не только в сложности нынешних образовательных программ, но и в количестве учебников. В рюкзаке. Тяжелые ранцы и портфели учащиеся носят ежедневно. О тяжести такой ноши говорят не только родители, но и дети. Почему тяжелый? Потому что там книжек много? Да, там очень много учебников, книг, тетради, пенал, подставка. Их очень много. Он очень тяжелый. Насколько тяжелый портфель мы решили проверить сами. Сейчас мы решили провести небольшой эксперимент с весами. Взвешить ребенка с портфелем и без него. Вес староклассника с портфелем 33 килограмма, без портфеля 30. При этом по нормам рюкзак ученика первого и второго класса не должен превышать полутора килограммов. А для учащихся пятых и шестых классов вес полного рюкзака не должен достигать двух с половиной килограммов. В седьмых и восьмых классах норма возрастает до трех с половиной, а старшеклассники должны носить не более четырех килограммов. Узнать, не вредят ли дополнительные три килограмма на позвоночник Никиты, мы решили у ортопеда. После осмотра врач делает неутешительные выводы. За год у ребенка появилось искривление позвоночника. На сегодняшний день такой диагноз имеет более 70% детей в возрасте от 6 до 17 лет. Признаки это асимметрия надплечей, углов лопаток, асимметрия треугольников талии, а также перекос таза, также искривление оси позвоночника. Во избежание подобных проблем врачи рекомендуют заниматься спортом, а Роспотребнадзор выбирать правильные рюкзаки. Ранцы для учащихся должны быть выполнены из материалов легких, прочных, с влагостойким покрытием и быть устойчивыми к чистке. Вес ранца должен быть не более 700 грамм без учебного комплекта. Также лямки ранца должны быть широкими, они должны обеспечивать форму устойчивости, плотно прилегать к спине обучающегося. Также в целях профилактики нарушения осанки для учеников начальных классов Роспотребнадзор рекомендует иметь два комплекта учебников. Один для использования в школе, второй дома для выполнения домашних заданий. Екатерина Иллистратова, Жаргал Цериндашиев, Сергей Медведев. Новости дня.